Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Хотелось бы предоставить для торжественного открытия слова начальнику отдела подъема молодежи Атарева Ежадьми Султановны, из которой сегодняшний фестиваль рот и место состоится. Поаплодируйте, друзья! Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех на самом веселом, на самом находчивом фестивале, который, возможно, проходит в нашем городе. Да, не только в городе, в Республике Дагестан и по всей России. Я хочу поблагодарить все команды, что они приняли сегодня участие. Хочу поблагодарить заместителя директоров по воспитательной работе, что обеспечили сегодня их здесь. Вам, зрителям, хочу пожелать хорошего настроения. Я уверена, что здесь присутствуют зрители и болельщики всех этих команд. Есть они здесь? Хочу поблагодарить жюри. Вам сегодня предстоит нелегкая работа. И пусть сегодня победит самый веселый и самый доводчивый. Спасибо большое за результатом. Поваривали, не журнеем своих рук, друзья. Пошумим вам. Нашим командам нужна ваша поддержка. Всего и многие из них новички. Не мечтают никак. Говорит один дядька на Первом канале. Ни пуха, ни пера. Все готово! Пожалуйста, к команде можете идти готовиться. Ну а пока наша команда готовится, представим команду нашего жюри. Начнем с человека, без которого наша молодежь, нашей молодежи пришлось бы очень туго. Саид Муртагали, председатель нашего жюри. Начнем с департамента отдела программ молодежи. Еще наш Аксакау, концепторский в виде КВН, звукорежиссер Дворца культуры спорта, Киринов Тюрилов. Аксакау. Человек, который может найти что-то красивое, почти в любом найти нужный кадр, фотограф с большой буквы, а также бывшим КВН-щик. Али Хасан. Человек, который, по сути, знает весь Хасаюд, потому что он человек торговли. Но также бывший КВН-щик, сборная Фасавюрта, Байрат Равденислан. А дальше продюсер, режиссер, актер, сценарист такого проекта, как Большой базар, если вы видели, Буха Шамиль. Аплодисменты. Спустит, якорь! Команда медицинского коллега «Джа-сай-ты-нам-бери». Это наш психолог Абакарий Трисович. Записывался к нему на прием. Кстати, очень хороший доктор. Договорились. Тормози, тормози, ты куда идешь? Открой, шили, открой. У тебя же бочки больные, да? Да. Тормози, тормози. Пять штук за осмотр. Даже если мы сегодня не победим, но мы уже в плюсе. Представьте, политика в криминальном районе. Девушка, 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 а девушка? Девушка, куда анализы подставить? Типичная ситуация. Сестры немецким оставят в раках. Ребята, ребята, пожалуйста, попадите немецким, а ставят в раках. Хорошо, не переживайте, посмотрим. Хороший, бацан, хороший, бацан, так тебя зовут. Ка-ка, тьпай! Типичная ситуация. Эй, успокой меня его, мешайте. Пацан, успокойся! Тихо, тихо, тихо. Дальше хочу успокоить, пора возьми. Еще 100 рублей. Вадимир Владимировичу Путину устроили сюрприз. Куда мы приехали? Куда мы приехали? Так долго летели, так долго ехали. Хоть бы крым, хоть бы крым. Ах, пожалуйста, покажу. Так красиво, так красиво. Поехали отсюда. Представляете, шашлышек на прогулке с ребенком. Что тебе, жарко, жарко? Сейчас, подожди, хапать, ахлади. Экзамен по перпрактике в нашем колледже. Стреи, ахлади. Стреи, ахлади. Амадим. Валейкум ассалам, тяните билет. Сейчас. Вот. Так, сюда, ничего себе позволяете? Тяните билет, говорю. Наложи шины на ногу. Вот тебе шины. Наложи их больному. Это шины? Да. Я 5 лет на локализации работал, это не шины. Так хватит изливаться. Возьми шины и наложи их на ногу. Нет! Стань и иди! Так что ты себе позволяешь? Никитарь. Нет. Аааа! Ультонны. С вами была команда медицинского колледжа Нанапо. Айболит. Спасибо. Команда медицинского колледжа Нанапо. Айболит. Аплодируем еще раз нашим дебютантам. Мы все иногда не волновались. Мы что-то ошибались. Но в первый раз всегда приятно вам. Команда медицинского колледжа Нанапо благодарит директора Эвразия Шамсунинову и начальника воспитательной работы Татьяну Михайловну. Аплодируем. 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 Кто это сказал? Ман, успокойся, это колонки. А, колонки? Привет. Можешь повторить? Привет, стиш. О, Ман, успокойся, возвращайся на место Это же колонки. Извини, но люди против наших отношений. Знаешь, Омар, я, кажется, начал догадаться, почему тебя выгнали с прошлой команды. Что? Ты тоже хочешь меня выгнать? Я не совсем это хотел сказать. Молчи, я знаю, что делать. Эй, придурки, перестаньте. Ну, востаньте ко мне, идиотов, споря. Сойка, вот я никогда не мог понять, когда он шутит, а когда он серьезный. Да нет, это же Лисанди. Лисанди, ааа. Сейчас я серьезно. А ты что, вернулся? Я телефон на зарядку ставить, шел. Ну, там такая система, давайте, штейкер в результате подсоединяешь. Потом к телефону, а там электричество, телестанцию. О, Ман, я вот эту систему узнаю, не надо мне рассказывать. Я не собираюсь вот это сейчас комментировать. Пацаны, Хас, Лидер, КВН, у вас есть что-нибудь? У нас есть. Имам, объявляй. Миниатюра, как незаметно застегнуть шрифку в общественном месте? Господи, с кем я работаю? Ты сам, я ведь это все ты придумал. Да, и ты вообще не работаешь. Теперь родители деньги дают. 300 рублей. 300 рублей? Мне только 150 дают. Алло, папа, я требую больше денег на карманные расходы. Так, стоп! Ты встань на место, ты объявляй миниатюры. Представьте, аплодим его вместе со своим охранником на прогулке. Я что могу делать? Эти санкции тоже вилетам. Экономика падает. Немного жертв. Вам за мной чему ради участия в ваших охранник, я должен граться. Итак, представьте, человек вызвал скорой помощи, а не успела вовремя. Давай быстрее насилки насытом, вы еще одна у нас. Эй! Ааааа! Вы че успели? Да. Это ты вас обиноват. А че я? А кто еще кричал? Давай, Николджи, кричу хахапанить. Вот, лови хапа! Давай, больше шофера позовем, а? Магазь, шофер, иди сюда! Что у вас случилось? Давайте мы с теми на ссади надо идти. Помогите! Вы че успели? Сами с этим разбирайтесь. Может, я ему помогу? Может, его это... А ты умеешь? Ну, я попробую. Давай. Кх! Получается! Черт, поверите! Черт, что делать-то с ним? Может, его это... Вылечит? Точно, нам на пол у них должны быть знакомые врачи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, идем дальше. Смотрите. Дедушка... Банкомата. У банкомата. АПЛОДИСМЕНТЫ Тут... 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 Дедушка, могу вам помочь? Не. АПЛОДИСМЕНТЫ Ед nearly всем разбирайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ На вид performing... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Можно вам помочь? Не говори. Почти. Да не надо. Сейчас дедушка падки возглав. Падки описал. Дедушка, а зачем вам так много денег десятками? Как? Зачем? Чтобы вот так делать. Вот чёрт. Помогите собрать. Кабиненте у околотипово. Заремо, кто там у нас остался? Министр рекомендики. У нас что, такое есть что ли? Пускай заходит. Ассаламу алейкум, Рамазан Гаджимурадович. Я тоже, Рамазан Гаджимурадович. Садитесь. Что у вас? Я пришёл с плохими новостями. О, плохие новости я не люблю. Дело в том, что производство в Дагестане упало до 5%. Как упало, вот чёрт. Нет, Рамазан Гаджимурадович. Упало. Да, да, так, упало, так, печально. Это рекордно-нидийский показатель среди субъектов. Рекордный? Это молодцы, рекорды нам нужны. Продолжайте в том же духе. А теперь она болевшая. Представьте, случай выход с Вертовском пикке. Дождь нами так лёт, а мой товар заберёт. Что за жизнь, что за народ, торговать нам не даёт. А, 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 а. Капитан Убб, Рамазано, где ваш товар? Так, мой вчера са забрали. Я знаю. На него ни издевают са. Кайгола, Даман Дековарин, и девчорно. Спасибо. Сборная Наристанского государственного университета «Люди в чёрном». Команда «Люди в чёрном» благодарят заместителя по достатной работе Мусайла Мизмусаевича. Следующий на эту сцену приглашается команда «Люди в чёрном». А главный экономический колледж. Всем салам алейкум, дорогие друзья. С вами команда «Кто есть, не мы?» И мы сразу переходим к нашему выступлению. В смысле сразу? В смысле сразу? Я тебя два раза спросил. Кара, ты мне с этой демой уже надоел. Тпы слова, тпы слова. Кара, ты что забыл, как ты есть, капитан? Если хочешь, ты говори молча. Кара, веди себя нормально, иди сюда. Если что, это карантин. У него просто пару недель назад компьютер сгорел, он с мамой ходил. Пусть говорят, смотрят особо на него, не обижайтесь. А так, пацаны, у меня есть три новости. Две плохие, одна хорошая. С какой мне начать? Ну давай, с плохой. Здесь все куплено. Ну, а вторая плохая такая. Я купил. Марко, хорошая, ну чё? Мы продаем. Ну чё, пацаны, у кого-нибудь есть что-нибудь на наше выступление? Марко, у меня есть голова-кружительный номер. А ну давай, Курбан. 8-920. Ооо, подождите, не надо. Нет, Курбан, такая ерунда нам не нужна. С вами команда «Кто есть, не мы?» Погнали! Это самое чувство, как я не кручусь здесь. Друзья, в каждой компании есть такой человек. Прикинь, вчера гуляю с одним парнем, а парни, короче. Со своей, что ли? Ну и, короче, решили пойти в клуб. Вольных танцев, что ли? А-а-а! Нет, Кара, в обычный шахматный клуб. Ну и как обычно начинается партия. ЛДПР, что ли? Нет, пацаны, прикиньте, да я вчера с папой боролся. С римским, что ли? Ну и созвонимся. Это самое тяжелое, как ты знаешь. Последним событием посвящается. Итак, тяжелая жизнь собак в Хасаюте. А, Карай, чё ты говоришь? Да, душа, смотри. Сделай что-то. Ба-а-а! Друзья, кризис учит выживать. Попи, 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 быстро, я к тебе говорю, попи! Что случилось? Я на ногу больной человеку. Ладно, 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 ладно! Превышай. Что? А ну, подожди, без клуб. Ну? Алло, это тебя. Алло, разговаривает за рулем по через полу. В смысле? Ну, вы издеваетесь? Да. Ну, что будем с тобой делать? Я не знаю, я просто студент. Студент? У меня ведь сын тоже студент. Он мне две штуки давал. Ты три давай, ты не мой сын. Но у меня нет денег. Нету. Ладно, иди. Можно? Да, да, ты будешь. Спасибо, спасибо. Эй, подожди, это же моя машина. А, да, вот туда меня отездорвать. Рано или поздно это должно было произойти. Итак, случай в маршрутке. За праздник даем. Сейчас шесть утра. У него по-любому не будет сдачи. Ну, давай, отпусти меня с моей штукой. Этот шерек явно глифует. У него по-любому есть двадцать рублей в кармане. Ну что ж, сейчас я буду выдавать тебе сдачу полтинниками. Да, че там полтинниками? Чириками. Так, 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 успокойся, не нервничай. Сделай взгляд тигра. Нет, лучше сделай взгляд бабушки, которая увидела свободное место. О, Господи. Это взгляд бабушки, которая ищет свободное место. Откуда он знает этот запрещенный прием? Ну что ж, пора сдаваться. Ладно, проходи бесплатно. Ну, все же последнее слово за мной. Завтра занесешь. И я что, похож на идиота? Конечно, занесу. Друзья, теперь тот самый момент, когда смотришь фильм ужасов наушников ночью. А студенты пользуются любым способом заработка. Доктор, возьмите у меня кровь. Это опять ты? Ты сегодня уже восьмой раз приходишь мне кровь сдавать. Тебя у меня комары из списка в люке вычихнули. Ты с ума сошел? Возьмите у меня кровь. Ладно, давай ложись. Давай. Че-то не идет. Мне нужна помощь. Нет, не идет. О, пошла, 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 пошла. И что бы хотелось сказать в конце, дорогие друзья? В смысле в конце? Ты стоишь такой модный. Кара, мы постоянно репетируем, готовимся, начальник спит. А вот ты держишь и тупишь наше выступление. А ты типа спасаешь, да? Шмюнка. Друзья, а в конце я могу так сказать пару слов о КВНе. КВН — это очень интересная и веселая игра. Знаете, такой наркотик, которым легко заразиться и бросить невозможно. Да и незачем. КВН мне подарил много хороших знакомых, друзей. Это очень веселая игра. Друзья, я вам всем советую играть в КВН. Хотя бы один раз, вот одну игру сыграть. А еще я хочу сказать спасибо Розаку Шабелю. Человеку, который поймал меня на сцену. С вами была команда КВН. Кто, если не мы? До свидания. Команда КВН, кто из не мы? Гарный экономический колледж. Очень сильно встали, друзья. Вот, не тем не слышно, что люди есть. Знаете, мага, нельзя я вам сказал, что вы играли в КВН. Пользуясь случаем, хочу сказать, что при городе культуры Спартак открыт молодежный центр, где функционирует школа КВН. В принципе, любой желающий может прийти, собрать команду и спокойно выступать на этой сцене. Не обязательно где-то учиться. Или вообще не обязательно участвовать за тот вуз, который вы представляете. Просто приходите, играете. Я вижу вам того, у той девочек, по-моему, глаза горят. Я просто тяну резину, знаете, там звуковик должен подняться наверх, чтобы колонна выступила. И вот они меня попросили тянуть, тянуть, пока я его не увижу. Как у вас дела, друзья? Я просто еще его не вижу. Дай вам, чтобы у меня здоровье получше было, чтобы я его увидел. Уважаемый мага, нет. У тебя по физкультуре двойка была, что ли? Ты что так долго бежишь туда? Как? А? Воды? Да и спасибо. Я еще пару ждал. Вы можете пока пообщаться между собой? Не хотите? Ну ладно. Да, может, Магомеда кто-то подниму по дороге? Не знаю. Все может быть. Неужели так далеко у нас звука отряда таскать? Вот я ему устроил, честно говоря, за эту паузу. Ты думаешь? Да, попробуйте, друзья, Магомеда. И он должен запишать до этой паузу. Не, он не услышал вас. Не может быть, Магомед. Подожди, я тебя устрою. Итак, на сцене сборной Этэд-Колленджа ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова с вами. На сцене команда КВН сборная Этэд-Колленджа. Поработай головой, чтобы купить свои мечты. Все вокруг решает кеш, все остальное — панды. Ахмад, это кто? Как кто? Это наша новая команда. Мы банда! Мы уже репетировали. Мы банда! И это твоя банда? Вот, например, вот из какой буквы начинается твое имя? С буквы «Г». С Витом, нормальный. О, прекрасная половина человечества. Ты чё, тупенький? Половина человечества — это 3 миллиарда 894 миллиона 542 тысячи 242. Раздороги. А, нет. Мне в нем я не поднялся. 243. Молодец. Ахмад, расскажи, как вы поняли? У меня отлично. Я рисовать научился. Прикинь, вчера сижу 3 часа рисовал. Как? Получилось красиво. Пошел показать родителям. Чё? Ничего, завтра психология. Завтра вместе будем. Не переживай, у нас у всех есть пол, чтобы сходить психологом. Ну а пока сборная биткоинговая, друзья, поехали. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, представьте, принцессы 21 века. Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милее, всех румяней и белее. А чё там? Других принцесс не было, да? Зеркало? А, всё, всё. Ты прекрасна, спорная, ты красивее всех на свете, всех морей и океанов, жарче солнца Дагестана. Ну прошу тебя, дистань с меня. Ой, зеркало. Я же на всех только на своем роде. Ну а примерно так выглядит вручение Акстата в современных школах. Итак, аттестат вручается от личнику учебы Газимагомедову Ахмеду. Аттестат вручается нашему хорошисту Мамедову Шамилю. И, наконец, аттестат вручается двоечнику, человеку, который три раза оставался на второй год и состоит на учете в полиции. Якубалу Юсупу. На каждой свадьбе есть такой оператор. Мамедову Шамилю Мама есть мама, и ей не откажешь. Ну вот, наверное, много, привет. Да нет, мам, я их не оттену, посмотри на нее, она же розовая, у меня друзья просто общаются. Вот такой псевдор. Давай, давай, давай. Вот молодец, тыичек. Одевай, умруст. Хорошо. Почему? Почему? О, вот. О, где это? Где это? Ооо. Ооо. Вон, вон. Вон, вон. Спасибо. Отец. Иди посмотри на сына. Дай мне. Иди посмотри. АПЛОДИСМЕНТЫ Мама. Бобоя. Котма, Потер. Да. Ну а теперь представьте, самая мужская реклама. Тебе скучная одинота? Тебе нечем заняться? Едай на рыбалку и забери нас в черепе. Так, друзья, давайте посмотрим. Лучшие подруги купили машину. Че вылупимся? Че? Ага, ща, иди давай. Нашел лакушку. Че он хотел? Так у меня договорит, давай, прикинь. Девочки, остановите, мне надо пи-пи. Давай. Пи-пи. Девочки, я все. Девочки, мы приплыли. Как мы были? Я же купальники не взяла. Девочки, я не взяла. Я не взяла. Я не взяла. Я не взяла. Итак, представьте, сын очень поздно вернулся домой. Ну что, пришел, да? Да, пришел. А ты типа ждала, да? Да, ждала. Все в морге обзвонила. Да, обзвонила. Все в больнице обзвонила. Да, обзвонила. А мне че ты не позвонила? Я не взяла. Я не взяла. Я не взяла. Я не взяла. Друзья, что бы хотелось сказать в конце? О, Ахма. Я знал песню, которую выписит весь зал. Ладно, ладно. Я попросил. Друзья, что бы хотелось сказать в конце? Мы и наша команда желаем всем родителям долгих для жизни счастья и всего самого хорошего. Ну а для вас выступала команда Коэрис Ботт Кольни. Спасибо. Сборная Коэрис Ботт Кольни аплодирует директора Сулейманова Магомеда Сулеймановича, а также Алину Атаев Малатовича. По аплодируем мужа Сулейма. Вот и я чувствую, что наш первый громкост приветствует. И под ваши аплодисменты я попрошу все команды подняться на сцену. Под аплодисменты, друзья! Больше, больше аплодисментов! Так как у нас сегодня команд мало, мы решили в этом году, что фестиваль будет состоять из двух конкурсов. Первый вы увидели, это было приветствие, а второй у нас будет разминка. То есть я, наверное, думаю, вы все в курсе. Жюри будет задавать вопросы, а наши команды попытаются смешно ответить. Я надеюсь, у них это получится. По аплодируем мужа, поддерживаем еще раз. Пожалуйста, дайте микрофон для нашего жюри. Я думаю, кто начнет первый бой с желанием? Тимур, как самый опытный, как самый хороший, добрый. Задавай. Саламу алейкум. Такой вопрос не смешной, на нем ответ тоже будет не смешной. Представьте, что вы придумали эту игру, вот этот КВ. Как бы вы ее назвали, не КВ, но вот как бы вы ее назвали. Давай такой смешной вариант. Вы бы сняли в Хасаевте? Так, разочнем вопросы. Какой фильм ужасов вы бы сняли в Хасаевте? 50 оттенков базарных баб. Есть еще варианты? Какой бы фильм ужасов сняли в Хасаевте? Какой бы фильм ужасов сняли в Хасаевте? Маршрутники, поднятие цен 2. Ну, это же такая актуальная тема. Под колледж, дайте, пожалуйста, микрофоны. Еще, друзья, варианты. Бегу на лавон. Пожалуйста, повторяйте вопрос. Какой бы фильм ужасов сняли в Хасаевте? Базар с паранормальными явлениями. Хорошо, спасибо. Центральная больница Хасаевта? Я думаю, мы итоги засчитаем. Дальше. Вопрос от Байрака Владимирслана. Ассаламм алейкум, сын. Ассаламм алейкум, сын. Ассаламм алейкум, сын. Какой чуть глупый вопрос. Какой еще я тебя может привозить? Спасибо. Есть ли у птиц ум и какой он? Неожиданно. Тебе очень хочется узнать. Повторём. Если у птиц ум и какой он… Как тебе этот вопрос голову пишу? Есть ли у птиц ум, и какой он? Как немногие знают, вы сам где потомок птиц. Есть еще варианты, Петкоевич, на Мопо. Кстати, жюри, учитывайте также и скорость ответов. Все, дальше. Все, тогда у нано-по и Петколеджа вряд ли не то. Саид Мутазарин, ваши друзья, аплодисменты. Слушаем вас. Приветствую вас, друзья. У меня такой вопрос. Что делать, если к вам в гости зашел Путин? Саид, как часто к вам заходит Путин? Пожалуйста, покажите вопрос. Что делать, если к вам в гости зашел Путин? Чаят вы тоже. Да, ты нашей работе че не знаешь. Что делать, если к вам в гости зашел Путин? Нагреть нас, да? Что делать, если к вам в гости зашел Путин? Звоните Абдула-типу, чтобы он уехал, мы просто... Спасибо. Ну, вот это вот незаконченный ответ у Петколеджа. Спасибо вам. Все? Да, еще не подготовили? Ну, ладно, давайте. Ваффитов, хай-бла, друзья, слушаем вопрос. Саламм алейкум. Саламм алейкум. Вот, в общем, такой значимый вопрос. В прошлом году был объявлен годом кино в России. В этом году год экологии. А вот следующий год, годом чего вы назвали? Сильный вопрос от системы образования. Как назвать, не знаю, друг. Следующий год, год чего вы назвали? Годом грибов. Между нами тает мёд. Следующий год, висамли, год чего ты назвал бы? Громче, пожалуйста. Повтори, как ты говорил вначале. Добро пожаловать. Да, в предыдущий год России был объявлен годом кино. В этом году он год экологии. А вот в следующий год, годом чего ты назвал? Тебя это волнует. Еще варианты. У нас еще много глупых реформ, мы еще чем подумали, не переживайте. Даже без вопросов, он тебе ответил. Да, это был ответ. Все, билет, колледж. Следующий год, годом чего вы назвали бы? Год Суригина и Нодонский. Я думаю, давайте рассудим к последнему вопросу. Пожалуйста, Шамиль, задавайте вопрос. Слушаем команды. Ассаламу алейкум всем. Так, ребята, вот вопрос такой серьезный. Если бы в Хасырте не было базара, что было бы? Если бы в Хасырте не было базара, что было бы? В свободное место. Если бы в Хасырте не было базара, что было бы? Было бы чисто. Если бы не было базара, что было бы? Не базары в Хасырте, а Хасырт на базаре. Если бы не было базара, что было бы? Не было бы Хасырт на базаре. Все, ты в миграционной службе работаешь, забрад. Все ответы на вопрос. Еще есть вопрос? Друзья, вам нравится? Тогда прошумеет, тогда мы предоставим слово вам. Желающие, зрительного зала, можете задать вопрос. Пожалуйста, подойдите сюда, если кто-то хочет. Микрофон очень ценный, я туда не передам. Да, только не спрашивайте, как дела. Пожалуйста, подойдите сюда. Если бы вам дали возможность родиться в любое время, какой бы вы выбрали? Если бы вам дали на выбор, в какое время вы бы хотели бы родиться? Вовремя. Если бы вам дали возможность родиться в любое время, какое бы оно было? Хорошее. Логично. Если бы вам дали возможность выбрать в любое время, когда вы породились? 6.30. Спасибо. Все, ответы закончились. Я понял. Следующий вопрос. Почему у пингвинов нет колен? 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 А зачем они ему? Почему у пингвинов нет колен? Потому что. Почему у пингвинов нет колен? У них там пух. Почему у пингвинов нет колен? Потому что они тайские, не занимались. Все, все команды ответили. У нас много желающих, пожалуйста. Самые актуальные темы. Январь, синяки. Февраль. Шувыгина. Март. Между нами край. Что по-вашему будет в апреле? Так. Шутки в Санде. Еще ответ есть? Что по-вашему будет в апреле? То, что придумают. Между прочим, я надеюсь, что жюри делает себе заметки, кто самый активный. Просто у нас это затянулось. Пожалуйста, еще два вопроса последних, и я думаю, мы закруглимся. Пожалуйста. Почему собака лает? Почему собака лает? Потому что денег мало. Потому что она не умеет разговаривать. Ты что, куришь, что ли? Почему собака лает? Потому что она не умеет разговаривать. Медицинские ответы. А, почему собака лает? Я думаю, что собака лает. Потому что собака лает. Почему собака лает? Пожалуйста, задавайте вопрос. Что бы вы сделали, если на вас сверху смотрели, а с боку казалось, что снизу не видно? Ещё раз повторите вопрос. Что бы вы сделали, если на вас сверху смотрели, а с боку казалось, что снизу не видно? Скажи честно, ты под чем? Что бы ты, Александр, сделал, если на тебя сверху смотрели, а сколько указалось, что снизу не видно? Нервный челка. Тупые слова, тупые слова. Есть еще ответ? Все, спасибо, друзья, за разбивку кавычкам. Спасибо, поаплодировали, друзья. Я думаю, жюри скоро вынесет свое решение. Друзья, давайте тогда, чтобы заполнить паузу вне конкурса, абсолютно вне, попробуем, как наши кавычки импровизируют. Дадим им задание и посмотрим, как они миниатюру придумают. Знаешь, у нас ничего не получится. Ты айсберг, я Титаник. Вот такой вариант быстро, абсолютно в самой переборе. Еще какая-то миниатюра. Сватовство на Титанике. Быстрее, быстрее, друзья. Я понимаю, тяжело. Еще. Может поменяем тему? Есть еще какая-то тема? Нет, оставьте без. Быстрее, быстрее. Все? Звуковые ключи, пожалуйста, на секунду 2-3 с музыку из Титаника. Из Анапо в папке. В папке Анапо. На рабочем столе там есть мастерская лига КВ-2017. Ты умеешь мышкой бегать? Так, молодец. На рабочем столе заходишь в эту папку. Там есть другая папка, на ногу. Заходишь в нее. Написано выход. Дорога, ты вычезть за меня. Да. Еще раз, да? Я не знаю. Звук. Друзья, ну передавайте, как я рассказывал, ищи наш кейс. Солотостол на Титанике? Самая популярная проза была на Титанике, говоришь, на, коробли, давайте. Все? Давайте посмотрим. Микрофон сюда. Все? Пожалуйста. Хватит, пожалуйста. Ладно, давайте. Последняя миниатюра. Вот такая вот прекрасная семьяка военовская. Патя, соглашайся уже. Он делает час, сходи за бизайнер. Все, спасибо. Уважаемый, что ли вам слово? Так, молодцы ребята, давайте все вместе похлопаем. Шамин. Шамин. Алло, да, да. Участ, ребята, которые будут показывать миниатюры, они будут показывать на оценку. Каждая команда по одной миниатюре. Не, нет. Каждая команда по одной миниатюре на оценку. Даю ровно минуту. Так, на какую тему? Вы что, еще не решили, что это? Нет, нет, это нужная вещь, это очень нужная вещь, поэтому команда на одну миниатюру, время 5 минут. Нет, 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 это нужно, это нужно. Слушай, Шамиль, я все понимаю, ты хочешь побольше КВН, просто 5 минут паузы, это огромное. Что будет делать наш зритель? Общаться. А давайте обучаться. Ну, тогда две команды. Вы просто, я просто не хотел выделять эти команды. Опять-таки, все равно, им же нужна пауза длинная, нет? Пауза длинная, нет, 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 нет. Сога? Пауза длинная. Сога, доброго. Пока люди оставляют грамоты, можете еще какая-то миниатюра вам интересна? Раз, раз. Можно, да, но это миниатюра. Давай. Представьте себе, вы на приеме у нашего главы Рамазан Гаджимурадович. Что бы вы ему сказали, что бы вы пожелали с вами в себе? Допустим, давайте так. Вот я. Пусть будет. Ладно уж, я Абдулотиков. Подходите с вашими предложениями, как бы вы улучшили ситуацию в республике. Давайте, какие вы. Ясно? Микрофон. А, все. Все, информация закончена, все уже решено. Итак, для награждения приглашаются начальник отдела по делам молодежи. Сейчас Бессилтановну поаплодируем. Перед тем, как наступить награждение, я хочу предупредить, что сегодня только один кубок. Так как у нас фестиваль, команда получает один кубок, а остальные получают грамоты, как лауреаты, да? Дипломом лауреата городского фестиваля КВН-2017 награждается команда «Нанопо». Так, лауреат, следующий у нас команда «Аграрно-экономического колледжа». Так, еще один лауреат команды «Аграрно-экономического колледжа». Так, ну и победитель фестиваля студенческих команд КВН-команда «Нэбилу». Аплодируем его всем полночицам. Спасибо, здорово, успею.